сегодня день сборки велосипедов привезли нам вот такой вот навигатор 745 на промах дамский пилот 850 такая упаковочка у пилота если такая корзинка должна быть она лежит отдельно и смотрим наблюдаем видите вот так вот приезжают велосипеды всех дрободан это у нас очень известный интернет-магазин приводит все вот так вот раздолбанное сейчас начнем собирать это у нас сегодня конец августа практически и вот у нас стоит еще только что привезли уже успел его достать от стингер питон он прикольный не втулки новотековские на промах и передние и задние втулки на промах вот до задней я пока еще не добрался посмотреть там барабан на промах или на шарах соответственно позже расскажу тормоза level и вилочка такая симпатичная так что сегодня конец августа и день сборки великов итак у стингера переднее колесо на втулочке новотек . на промах колпачки металлические тормозной диск сейчас мы будем обезжиривать обезжиривать сразу перед установкой на велосипед и проверяем затяжку винтов винты нифига не затянуты как надо и на некоторых винтах уже начинает подсрывать шлицы потому что видимо гаечный ключик на заводе очень эффективного качества у нас такой гаечный ключик стоит 500 рублей один поэтому мы можем затянуть даже немножко под убитые шлицы обезжириваем тормозной диск здесь здесь 180 и подкачиваем колеса переднее колесо готово рекомендуемое давление на покрышках написано 40 psi или 275 атмосферы эксцентрик идет не оригинальный новокотековский а вот какой-то вот джой все переднее колесо готово к установке устанавливаем переднее колесо сразу же накидываем руль проводим кидра линию внутри между вилкой и колесом и сейчас сюда и закрепляем дальше можно сразу же протянуть рулевую сейчас посмотрим на промах она или нет и после этого снимем подвесим на стенд снимем заднее колесо празд посмотрим насколько хорошо затянута кассета обезжирим тормозной диск посмотрим втулочка хрустит не хрустит накачаем колесо и опять его установим в раму и обязательно когда колеса ставите в раму обязательно поставить велосипед на землю чтобы чуть-чуть надавить на раму чтобы колеса сели в посадочные места дальше здесь интересный подсидел двухболтовой это очень хорошо то есть можно как он подсидел регулировать как угодно он не будет сползать это как бы плюс в копилку этому велосипеду руль здесь кривой как сами знаете что в при этом вот он вроде ровный но при этом он кривой ручка установлена неправильно вот это все сейчас мне надо будет перекидывать по-другому тормоз то понятно что я пока неверно поставил здесь удобно очень можно открутить два болта и перекинуть а вот рубашка идет катастрофически с этой стороны хотя с этой стороны тоже есть отверстие почему она здесь есть и зачем она почему на заглушка с отверстием делом непонятно в общем сможем мы сейчас красиво рубашки развести рулевая к сожалению здесь не на промаха на шариках так что я вам в этом рассказал грипсы у нас очень короткие детские стоят то есть видите у меня рука мне нужно намного шире чтобы было так стоит ручка неправильно завода так стоит ручка правильно так как должно быть то есть больше расстояние отсюда и другой угол наклона сейчас соответственно тросик будем перекидывать через раму по-другому тоже грипсы скорее всего я бы советовал бы менять потому что но они совсем маленькие неудобные так ростовка на 20 нас руль 720 и он явно маловато здесь 760 и просится руль хотя бы что видите вот я за ручку беру я уже отодвинул вот настолько и вот мне неудобно то есть должно быть вот так а вот так то есть это блин монетка где-то вот здесь вот должна быть я клиенту покажу если надо будет ему сам подвинет конечно но неудобно и то же самое видите только на два пальца вообще монетка под один ну блин неудобно узкий очень руль для такой большой ростов так а сзади у нас эксцентрик новотековский стоит оригинальный дальше звезда у нас здесь очень маленькая скорее всего на 30 или на 32 и сюда особо здоровую звезду потом не поставишь звезда интегрированная то есть когда она износится она прокованная стальная когда она износится придется менять штаны целиком так что если хотите кататься быстро не по грунтам а именно по асфальту вам надо сразу думать что это не подойдет это как бы типа горный типа видите какие огромные сковородки здесь здесь девятка у нас срам x5 стоит монетка срам то есть как бы это очень хорошо тормоза срам монетка срам это прям мне очень нравится сработать будет все четко и настраиваться будет хорошо теперь подвешиваем велосипедик протягиваю шатуны что на ощущение протянуты тогда бумажка сейчас пока не снимаем потому что будем скидывать заднее колесо и чтобы цепь не пачкала перо пока вот эту часть защиты оставляем нам нужно сейчас проверить заднюю втулку люфтит или не люфтит все ли хорошо но скорее всего все хорошо потому что втулочка здесь у нас идет на четырех подшипников подшипников втулки 20 подшипников барабане должно быть посмотрим затяжку кассеты проверим затяжку роторов и обезжирим тормозной диск колесо стараемся не крутить чтобы сейчас масло с ротора не попало на тормозные колодки и посмотрим что тут с петухом потому что петух какой-то вещь он коцанный перекосанный надеюсь что он ровный не придется управлять настроим передачи настроим тормоза и в принципе сборка на этом будет завершена то есть обязательно проверять затяжку штунов всегда ну и вот этот винтик тоже нам проверить что затянут так тормозной диск был вообще не затянут на целый оборот каждый винт можно было провернуть обезжирили его барабан здесь все-таки на шариках и он немножечко люфтит кассета sugeek китайской хватает ее на один сезон с учетом того что здесь огромная сковородка будет стерт 1 2 звезды полностью через год то есть все-таки барабан иногда надо будет проверять кассета было вообще не дотянуто на два оборота я сделал ключом проверяйте затяжку всех 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 винтовых соединений всегда обязательно в общем тут кривая рама поэтому пришлось наколхозить вот такой высоты адаптер чтобы хотя бы как-то выровнять зазоры потому что перекос очень сильный дальше чтобы перекинуть рубашки и тросики нужно переставить эти штучки потому что с левой стороны стоит штучка у которой есть упор она под разрыв с этой стороны штучка с отверстием то есть вы ковырием их аккуратненько отверточкой и протягиваем дальше смотрите нас на раме тут какой дефект то есть это покрасили раму уже закоцанную здесь вот тоже то есть какие захваты были покрасили прям по вот такой вот раме так что качество изготовления не очень так вот выглядит велосипед тормоза заколхожены с завода то переключатель отличные настраиваются вообще очень просто в общем какие проблемы здесь есть очень узкий руль совсем не под размер велосипеда проблема с настройкой заднего тормоза потому что чуть-чуть кривовато рама посадочное место подкрепление заднего тормоза барабан на шариках он люфтит переклюки нормальные переклюки хорошо настраиваются все отлично работает но рубашки и тросики мы перекинули более-менее красиво чтобы они не терли об раму нигде вилку очень мягкая то есть она подвес килограмм наверно до 70 может до 75 клиент очень большой высокий больше меня соответственно и будет продавливать целиком обода восьмеркой спит слабые поэтому неизвестно сколько вот все прослужит надо будет потом протягивать или менять спицы ну и ролевая здесь на шариках оказалось не на промах очень узкие грипсы под детскую руку с какого детского велосипеда они поставлены как бы руль грипсы вот надо бы наверное менять и вы нас повыше потому что рост клиента нам больше 180 это рам будет ему просто маловато а так велик едет да прикольненький я на нем сейчас проехался чуть-чуть принципе кататься можно для прогулочного катания как раз подойдет я